Знание о том, что наш Бог является нашим пастырем, дает нам невероятное чувство уверенности. Сегодня мы рассмотрим его имена, которые он открывал своему народу. Яхве, Рохи, Господь наш пастырь. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Благословение и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрд Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы продолжаем изучать тему, которую я назвал «Заветные имена Бога». Что означает слово «завет»? Это значит, что у нас есть отношения с кем-то, и определенные условия защищают эти отношения. Иными словами, мы пообещали что-то друг другу. Вот это и есть завет. Бог Отец открыл себя в Библии как Спаситель. И в отношениях со своим народом Он открыл нам свое имя, а потом связал это святое имя со своими действиями, которые Он, как Спаситель, совершает по отношению к нам. Я очень рекомендую вам заказать эту серию. Все, о чем я учил, может быть реальностью вашей жизни. Мы можем молиться, и мы даже не знаем, на какие из молитв ответит Бог, потому что иногда это всего лишь наши мысли и наши планы. Например, вы хотите купить какую-то недвижимость и молитесь Богу об этом. А может, у Бога есть для вас участок получше? То есть, есть вещи, насчет которых мы не до конца уверены, потому что не знаем воли Божией в этих вопросах. Но если смотреть на заветные имена Бога, то каждый раз, когда Отец открывал одну из своих имен, становилось понятно, что Он желает делать для вас то, с чем связано Его имя. Поэтому закажите эту серию. Из нее вы узнаете истину, которая укрепит вашу веру. А когда вы будете использовать эту истину в вашей жизни, то Бог Отец начнет делать для вас то, о чем вы молитесь. На прошлой неделе я говорил о Яхве Шалом, или «Господь наш мир». Если вы молитесь о мире в своей жизни, то можете быть на 100% уверены, что Бог даст вам этот мир. А сейчас я хотел бы перейти к следующему имени Бога, Яхве Рохи, «Господь наш пастырь». Бог Отец пообещал быть пастырем для своего народа. Что это означает? Лучшее место, чтобы понять, на что мы можем рассчитывать, это Псалом 22. Это самый известный Псалом во всей Библии. Давайте вместе посмотрим на него. Что в нем говорится? «Бог живой в нашей жизни». В первом стихе сказано «Яхве» — это Рохи, или «Господь мой пастырь». Пожалуйста, задумайтесь над этим. Господь не был вашим пастырем. Он не будет вашим пастырем. Он прямо сейчас участвует в вашей жизни. И он сейчас ваш пастырь. Он действует и живет вашей жизнью. Кстати, «Яхве» — это глагол, указывающий на продолжительное и бесконечное действие. Он прямо сейчас активно участвует в вашей жизни, как ваш пастырь, если вы обратитесь к нему. Итак, «Господь мой пастырь», но что же это означает? Как мы можем погрузить нашу веру в то, что Бог делает для нас, как наш пастырь? Давид детально рассказал об этом в 22-м псалме. Я прошу вас поверить в это для своей жизни. Не думайте, что 22-й псалом — это всего лишь красивый стих, который часто пишут на открытках. Поверьте, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И то, что Он делал для Давида в этом псалме, Он обязательно будет делать и для вас, если вы откроете Ему свою жизнь, свою душу. «Яхве» — это «Рохи» или «Яхве» — это мой пастырь. Заветное имя, представленное здесь, — это «Яхве» — «Рохи». Оно означает «Господь мой пастырь». А что это означает? «Я ни в чем не буду нуждаться», — так говорит Давид. Итак, первое, на что вы можете рассчитывать, это то, что Он будет обеспечивать вас всегда. Как мы уже говорили, это не означает, что Он обеспечит нас всем, что мы хотим. Наш Бог великий, и Он часто исполняет наши желания, дает нам много даров и подарков. Он добрый Бог, но здесь Он обещает покрывать наши нужды. И Иисус сказал, «Не переживайте о том, что вам есть завтра». Не переживайте за крышу над головой и за одежду. Ваш Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. А Давид писал, «Я ни в чем не буду нуждаться, потому что Отец меня обеспечивает». У вас есть работа, и вы должны выкладываться на ней по максимуму. Но если вы потеряете работу, то еда на вашем столе не закончится. Бог Отец обеспечивает нужды Его народа. Что еще означает фраза «Господь мой пастырь?» Он покоит меня на злачных пажицах. Об этом мы говорили на прошлой неделе. Это Яхва-шалом. То есть, Он дает мне мир. А далее, Он водит меня к водам тихим. Это уже говорит нам о покое. Иисус сказал, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Дух Божий и есть покой. Услышьте Меня». В послании к евреям сказано, что те, кто вступают в отношения с Богом, должны, во-первых, поверить в то, что Он есть. Это означает верить в то, что Он будет делать то, что сказано в 22-м псалме. Итак, если мы хотим ходить с Богом, то нам нужно верить, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Итак, если вы хотите угодить Богу, то вы должны верить, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто старательно ищет Его. Я призываю вас поверить в эту истину. Погрузитесь в нее и начните верить для себя. Провозглашайте это над своей жизнью. Далее сказано, «Он подкрепляет мою душу». Некоторые из нас все еще нуждаются в исцелении. Нам нужно исцеление и в теле, и в душе. Некоторые из нас пережили какое-то потрясение в детстве. Возможно, ваши родители развелись, или с вами произошло что-то еще, но Иисус говорит, «Я ваш пастырь, я подкреплю или восстановлю вашу душу». Кому-то сложно доверять людям. Кому-то сложно житься в браке из-за недоверия. Возможно, вас обидели, или предали в прошлом, и теперь все ваши отношения заканчиваются плохо. Зачастую это происходит потому, что ваша душа нуждается в подкреплении. Мир говорит, что время лечит, но правда в том, что время не может вылечить все, а вот Иисус способен на это. Господь ваш пастырь. И что бы вы не пережили в прошлом, может, это даже было сексуальное насилие, Господь может исцелить и подкрепить вашу душу. В жизни бывают такие случаи, от которых мы не можем отойти без сверхъестественной помощи. Но слава Иисусу, что благодаря Ему мы можем прийти в чувства. Я призываю вас поверить в то, что Бог Отец исцелит и подкрепит вашу душу. Какими бы ни были ваши раны, что бы ни произошло с вами, принесите это Богу в молитве. Ежедневно просите Его подкрепить вашу душу, и вы увидите, как день за днем, месяц за месяцем Отец будет подкреплять вашу душу. Когда Иисус объявил Себя Мессией, то, среди всего прочего, Он сказал, «Дух Господа Бога на мне», чтобы восстанавливать сокрушенных сердцем. Большая часть служения Иисусу — это восстановление сердец Его паства. Поэтому давайте верить Иисусу. Иисус любит вас. Он такой друг, который не сравнится ни с кем. Он так любит вас. Его любовь к вам ни с чем не сравнить, потому что Он создал вас для Себя. Я чувствую сильное желание помолиться за каждого из вас, потому что, когда мы живем в течение нашего пути, с нами происходят различные вещи. Отец, я приношу тебе каждого из твоих детей, которые слушают меня сейчас. Дух Божий, прошу, служи им. Я чувствую помазание, которое течет через мои слова в жизни людей. Отец, ты касаешься их прямо сейчас. Ты сказал, что то, что мы разрешим на земле, будет разрешено и на небесах. Я сейчас высвобождаю исцеление и восстановление в сердцах и в умах твоего народа. Иисус, спасибо, что ты пришел к нам и принес восстановление. Мы принимаем Его и верим в Него. А сейчас начните провозглашать над своей жизнью, что Отец восстанавливает и подкрепляет вашу душу. Он ваш пастырь. Я хочу, чтобы сегодня вы ощутили его заботу, как он водит вас к потокам живой воды и наполняет вашу душу. Многие из вас сейчас ощущают, что Бог привлекает вас к себе. Я хочу, чтобы вы знали, вы ощущаете это, потому что Бог любит вас. Он живой. То, что вы ощущаете, это Его дух, который манит вас к Нему. Бог, Отец, так возлюбил нас с вами, что послал Иисуса в этот мир, чтобы вернуть нас к себе. Иисус сказал, «Есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Отец любит вас. Он создал вас и желает ввести вас, ваше предназначение, которое можно найти только в Нем. Если вы хотя бы немного ощущаете сейчас Дух Божий, Он вас призывает внутри, чтобы вы обратились к Богу. Не сопротивляйтесь. Если то, что я говорю, находит отклик в вашем сердце, преклоните колени пред Богом. Не то, чтобы это работало только на коленях, но в вашем разуме. Этот момент будет запечатлен. Я прошу вас отдать вашу жизнь в руки Иисуса Христа. Я прошу вас зайти на сайт, адрес которого указан на экране, в раздел «Найти Иисуса», чтобы получить нужную информацию. Вы приняли самое важное решение в своей жизни, не сомневайтесь. Я люблю вас, и самое главное, Иисус любит вас. Мы возвращаемся к сегодняшней проповеди. Давайте продолжим. Третий стих. Что делает Бог, как наш пастырь? Направляет меня на стези правды или праведности ради имени своего. Напоминаю, что мы рассматриваем священное имя Бога, Яхве, Рохи, Господь мой, пастырь, а с помощью 22-го псалма мы разбираем, что это означает. И что же делает для нас Бог Отец как Яхве, Рохи? Он направляет нас на пути праведности. Давайте еще раз посмотрим на третий стих. Направляет меня на стези правды или праведности. Но что же это означает? Проще говоря, Он направляет нас с вами на правильный путь. Он направляет нас на свои пути. Я очень рад, что Бог устанавливает границы, и если Его овцы следуют за Ним, но начинают сбиваться с пути, то Он возвращает их в центр. Он направляет нас на правильные пути, открывает для нас двери, которые никто не может закрыть. Он делает все, чтобы мы двигались вперед по правильному пути. Это дает мне невероятное чувство защищенности, потому что я понимаю, что все зависит не только от меня. Если я взираю на Отца, то могу надеяться на то, что Он будет направлять меня. Это не означает, что все мои слова, мысли и поступки будут правильными, но если мой взгляд будет устремлен на Него, то Он будет вести меня на правильный путь. Мой друг говорит, что это похоже на боулинг для детей, когда появляются специальные перила или бортики. когда шар ребенка начинает катиться в канаву, то эти перила отталкивают его обратно в центр дорожки. Вот как я представляю себе то, как Бог направляет меня на путь праведности. Даже если я немного ухожу в сторону, Он помогает мне двигаться вперед. Как наш пастырь, Он направляет нас на пути праведности. Бог любит вас, и вы можете быть уверены, что Он будет делать это для вас. Он активно участвует в вашей жизни. Ведь сказано, что «Если я пойду и долиную смертной тени, я не убоюсь зла, потому что ты со мной». Когда Давид писал этот псалом, он не жил во дворце и не сидел на троне, пока слуги подавали ему вино. Он был в самом центре конфликта. Враги преследовали его и угрожали его жизни. Ситуация оказалась очень опасной, но посреди опасности Давид заявлял, «Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Мы с вами тоже живем в опасном мире, и это для нас не новость, но мы можем доверять Богу и не бояться, потому что наш Бог больше, чем этот мир. И прямо сейчас Отец говорит нам с вами, «Не бойся, потому что я с тобой». Более ста раз Бог говорит нам в Писании, «Не бойся, будь тверд и мужествен, потому что я с тобой». Иисус сказал, «Я с вами до скончания века, поэтому не бойтесь». Итак, Господь наш пастырь, и поэтому вам не нужно бояться. В пятом стихе сказано, «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». Библия говорит, что когда Иисус вернется, тот, кто был последним, станет первым, а тот, кто был первым, станет последним. Бог принесет справедливость. «Бог сделает так, что вы больше не будете думать, что ваши враги одержали над вами победу». Вы почувствуете полную свободу и победу, когда встретитесь с Иисусом лицом к лицу. Во многих псалмах и притчах говорится о нечестивых людях, которые процветают. «Как насчет моего врага, которому нет дела до Бога, но при этом он процветает? А я ищу тебя, Бог, и пытаюсь жить правильно. Я даю десятину и делаю многое другое, но при этом у меня много проблем». Но Господь говорит, «Держись, потому что я приготовлю пир для тебя, и даже твои враги увидят это». Дорогие мои, вы получите награду. Все, что вы сделали для Иисуса, будет вознаграждено, и Бог приготовит для вас пир рядом с вашими врагами. То есть они будут смотреть и видеть, как Бог вас возвеличивает. Далее написано, «Умастил елеем голову мою». Вы можете смело ожидать, что Бог продолжит изливать на вас свой дух все больше и больше. Верьте в это. Бог ваш пастырь, и он активно участвует в вашей жизни. Чаша моя преисполнена. И далее в шестом стихе написано, «Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей». Многие из нас боятся за свое будущее. А что же будет дальше? Что станет с моими близкими? Что будет, когда я состаюсь? Что будет с моими финансами? Дьявол постоянно пытается запугать нас. Он хочет мучить нас. Мы сталкиваемся с духом обреченности. Даже со мной это случается? Дьявол пытается принести страх в мою жизнь, но ничто не происходит так, как он говорит. Бог остается верным, как и его слово. Так благость и милость будут сопровождать вас во все дни жизни вашей. Прямо сейчас отвергнете дух обреченности. Если можете, то поднимитесь с кресла или с дивана. Если вы испытываете страх за свое будущее, или вы просто испытываете страх и постоянно думаете о том, что с вами или вашими родными произойдет что-то плохое, Господь говорит вашу жизнь нечто иное. Он сказал, так благость и милость будут сопровождать вас все дни жизни. Мысли страха, обреченности и потери, которыми пичкает нас дьявол, не являются правдивыми. Это ложные свидетельства, которые лишь кажутся настоящими. Но у Бога есть для вас хороший план. И это план, который будет следовать за вами все дни вашей жизни. На иврите сказано не просто, что благость и милость будут следовать за вами. На иврите сказано, что они захватят вас. Божья благость и милость преследуют Божьих детей и захватывает их. Бог Отец желает, чтобы мы улыбались, были счастливы и имели уверенность только в Нем. Поэтому я предлагаю вам прямо сейчас разорвать соглашение с мыслями страха вашим сердцем, со страхом за ваше будущее. Вы готовы порвать отношения с этими мыслями? Вы готовы отвергнуть их? А вместо этого прийти в согласие с Богом? Готовы ли вы это сделать прямо сейчас? Давайте разорвем соглашение с силами тьмы. Давайте помолимся вместе. Бог Отец, спасибо за то, что ты так сильно любишь меня. Прямо сейчас я разрываю соглашение со страхом и мыслями обреченности и страха за мое будущее. Я отрекаюсь от этих мыслей, потому что это ложь от дьявола. Я отрекаюсь от них и прямо сейчас заявляю, что я верю в твою любовь ко мне. Я верю в любовь Иисуса ко мне. Я верю твоему слову. Ты сказал, что твоя благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей. Я верю в это. Я верю, что мое будущее будет хорошим, а твои благость и милость всегда будут со мною. С этого дня я буду сражаться за свою веру и верить тебе. Я верю, что ты любишь меня и что меня ждет хорошее будущее. А напоследок я хотел бы дать вам самое красивое Божие обетование о том, что бывает, когда мы почитаем Бога своими финансами. Я прочту притчи, 3 глава, 9 и 10 стихи. Откройте свое сердце и послушайте эти слова. Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих и наполнятся житницы твои до избытка и точила твои будут переливаться новым вином. Это обещание. И когда мы почитаем Господа своими финансами, Он отвечает на это сверхъестественным благословением наших обстоятельств. Если вы верите в это, если вы чувствуете, как Дух Святой стучится сейчас в ваше сердце, то сделайте свое лучшее приношение Господу через наше служение. Спасибо за вашу помощь. Я люблю вас и Божьих вам благословений. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Я стал вашим партнером, потому что видел благословение Господа в жизни моей жены с тех пор, как она стала вашим партнером, Седрик из Техаса. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Отец Отец Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя, и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Я ва-ре-хе-хе-я-ве ва-ре-ы-ача Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шалом! Если вы получили эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом! А также читайте особые письма от Синтии.